Супер. Самый пикабельный герой — это Nature's Prophet, Санцистика 1.7. Большой прокол. Это КСИ. КСИ, да. Кстати, все его называют КСИ, КСИ, но правильно говорить ник КСИ. Они друг друга учат, как правильно говорить этот ник. Он говорит, что так бы произносилось это слово, если бы оно просто было словом, а не ником. Ну да, русские игроки всегда придумывают что-то интересное со своими никами. И еще статистика с ВП — это то, что у них не было ни одного героя, которого они пикали больше, чем в одной игре, и у которых был больше, чем 50% винрейта. И единственные герои, которыми они пикали и с которыми они не проигрывали, — это Лич, АА и Жакиро. А, ну и, конечно же, поскольку они русские, им приходится заливаться водкой, чтобы полноценно играть. Да, и им нужен лёд в водке, чтобы... Поэтому Джакиро, Лич и АА. Аргипентация со стороны была просто идеальная. Ну, а дальше идёт грудь от Зенита, что это... Ну, по-прежнему, про Зениты говорят о том, что от них не знают, что ожидать, учитывая, что у них были очень хорошие игры в групповом этапе и очень-очень плохие игры. И, возможно, если они дойдут до Best of 3 этапа Loser's Bracket, они будут играть более стабильно свою игру, но сейчас они абсолютно непредсказуемы. И да, за них брали и Урсу, и Дазла, и других редко пикетных героев, и Bloodseeker. Это, собственно, 4 сумасшедших пика, которые не брали, и они со всеми проигрывали. Так что, возможно, подошло время отказаться от сумасшедших пиков и пикать что-нибудь стабильное. Ну, и, собственно, мы увидим, что произойдёт, и, говоря о Зенитах, давайте представим эту команду. Здравствуйте, меня, я Айс Айс, из команды Team Zenith, и я из Сингапура. Я пытаюсь стать фулл-тайм геймером или стримером. То Ван Хонг, XY из Сингапура. Для меня выиграть International — это не только много денег, это огромное достижение, которое подчеркнёт то старание, которое я уделил этой игре. Когда мы готовились к International, мы играли каждый день, мы начали онлайн, на протяжении месяца мы играли с Оранжами, а на протяжении прошлой недели мы пытались собраться играть на Лане. Оказывается, у них было много конфликтов между им и X-Freedom на Лане. Он очень разозлился за то, что тот сдал игру. Ну и вместо того, чтобы драться с ним, он ударил стену и повредил руку. Всего четыре дня назад. Это интервью, кстати, снято было 30-го числа, так что он не говорит о сегодняшних датах. Если получится выиграть для него, это будет действительно самое важное достижение за все годы, когда он играет в Dota. Ему нравится то, что комьюнити в этом турнире поддерживает всех игроков, и они чувствуют эту поддержку. Я не думаю, что есть оппоненты, против которых мы боялись бы играть, потому что если вы хотите стать чемпионами, вы должны быть готовы против этот турнир. Николас Лим, Freedom, Сингапур. Дуай Хоу, XY, Сингапур. Эн Вэй Понг, НВП, Джо Балу, Марэйджер. Дэрол Коу, Ice-Ice-Ice, Сингапур. Ну, собственно, пять членов команды Зенит, они должны быть уверены в себе. У них есть хороший уровень игры индивидуально, то есть им остается просто... Поиграть в команде, сыграться и показать лучшую свою игру. О их стиле игры говорится, что они очень... Они пикиют интересные стратегии, интересных героев, придумывают интересные стратегии, и чтобы бороться с ними, приходится тоже инновационно себя вести. Нам напоминают то, что Ice-Ice-Ice у нас уже в финале соло чемпионата один на один, и показывают приз за этот чемпионат. Это рапира и... А, и, собственно, чтобы нормально драться, тебе нужен и щит, и рапира, поэтому надо выиграть и интернешнл, и стать топом один на один. Иначе рапира с тебя просто падает. Да, конечно. Ну что? Ice-Ice-Ice самый сильный член команды. Он недавно... Он пытался играть на разных позициях, даже керри. Он играл вивера, играл с ужасным счетом, но все равно получилось... Он играл с хорошим счетом, у него было 11-1, но он, к сожалению, все равно не смог привести команду к победе этой игрой. Но они тоже очень любят пикать разором. А, собственно, грунт получил инсайд информацию. Ice-Ice сегодня в штанах почему-то. Ага, оказывается, Ice-Ice лучше всего играет, когда он играет без штанов, просто в трусах. А сегодня он никогда не проигрывает, когда он просто в трусах, а вот в штанах он всегда проигрывает, в шортах. А, Джейк... Джейкому очень тяжело сфокусироваться на игре, когда он смотрит на прекраснейшие ноги Ice-Ice-Ice. И поэтому, возможно, с этой мыслью в голове все-таки он надел сегодня штаны. Ну что, давайте познакомимся с оппонентами команды Virtus.pro. Вы их прекрасно всех знаете. Ярослав Кузнецов. Меня зовут Ярослав Кузнецов. Мой ник NS, и я играю в Virtus.pro. Я из Москвы, Россия. Здесь очень много хороших команд. Если быть честным, то все 16 команд очень-очень хороши. И это действительно место, где можно сравнить Европу и Китай. Я не думаю, что Китай будет доминировать International, как в прошлом году. Мне кажется, что в топ-8 теперь будет смешанная половина Европы и половина Китая. И мне очень тяжело сказать, кто выиграет. Сейчас я капитан Virtus.pro. Но, честно, мне не обязательно нравится эта роль. Я занимаю ее, потому что я самый опытный игрок в команде, как мне кажется. Но мне кажется, я пытаюсь выполнять свои обязанности хорошо и стараюсь приложить максимум усилий для команды, для моих фанатов и для себя. Когда вышла Dota 2, и куча людей просто пришли в новую игру, и появились такие... И теперь это одно из самых больших комьюнити в мире, и НС действительно ночью все нравится. Сколько людей смотрят Dota, сколько смотрят за ними? Мне кажется, я чувствую, что очень много людей сейчас смотрят меня и мою команду. Очень много людей хотят, чтобы мы выиграли или хотя бы показали хорошую игру. Очень важно, и мне нравится. Я хочу передать большое спасибо всем нашим поклонникам. Сергей Ревин, Арсарт, Москва, Раша. Колесниченко Олег, Крэзи, Хренинград, Раша. Клевцаев Илья, Иллиден Стромрэйдж, Москва, Раша. Сергей Кузин, Кси, Одесса, Украина. Кузинцов Ярослав, НС, Москва, Раша. Инсайдерская информация. Когда записывали ролик и первые два раза говорили «Одесса», мы затроллили просто Кси, и он переписал ролик, чтобы исправить название города на правильный. О их плейстиле пишут, что это очень эмоциональная и агрессивная команда. Она готова ставить стычки на кон и, собственно, выигрывать киллы, и что за их суппортами надо следить, потому что они проводят агрессивную ротацию по карте постоянно. Джеймс там говорит, что это относительно новая команда, ее организовал Смайл, сейчас НС капитан. У них не было громких побед на протяжении года, а сейчас аналитики анализируют их плейстайл. Мы говорим о том, что это очень опытный игрок, который играл дольше, чем большинство здесь присутствующих, и игроков, и аналитиков. Ну, собственно, команда уже готова на сцене, и мы переходим к матчу ВП против Зенита. Удачи обоим командам. Ну что, друзья, тот самый волнующий момент настал. Да, игра Virtus.pro и Best of 1, все на кону абсолютно, потому что проигравший покидает турнир, победитель идет дальше. И получает 50% шанс попасть в призы. Я сразу призываю Майла не волноваться, потому что он заведен, возведен, и сидит здесь практически дурак. Конечно, я бы тоже так себя вел, если бы моя любимая команда сейчас сидела там. Друзья, конечно, несомненно, все СНГ сейчас будет болеть за этих ребят, за Virtus.pro. Состав их вы знаете на память. NS Aledan, CicRazy и Arsard. Против них будут играть малайзийские или сингапурские парни. Два игрока из Малайзии, три игрока из Сингапура. Это Зенит. Ice Ice Ice, Ice Freedom, Yamatech и XY. Что примечательно? Примечательно тот факт, что вся мировая общественность считает фаворитами в данном матче Зенит. Причем довольно серьезными шансами. От 66 на 33% до 80 на 20%. Приблизительно то же самое думают и букмекеры, например, Gaming Bats, да, которые дают что-то вроде 1.3 против 2.7. Но в наших сердцах эти ребята намного сильнее. И мы знаем, что эта эпопея длилась давным-давно. Virtus.pro готовились к этому матчу. NS даже бывало гангл по отелю немножечко айса. Но это совсем другая история. Не только по отелю. Да, и не только по отелю. В общем, друзья, мы будем болеть. И вы уж нас извините за необъективность или за односторонность. Я могу сказать, что две самые непредсказуемые команды. Как аналитики сказали, и я полностью с ними согласен. Virtus.pro самая непредсказуемая команда Запада. Ну, и я могу сказать одно. Во-первых, у нас во всех играх, скорее всего, будет от ВП Квапа. Пока они не почувствуют какую-то, ну, я не знаю, что ли, уверенность. И будут они пытаться играть, ну, то есть не то чтобы неординарно, а вот эту свою суперагрессивную доту. Было написано на экране, вы должны были видеть, что это самая агрессивная команда. Могу сказать, что это не от хорошей жизни. Вы сами, наверное, понимаете, что практически все игры в групповой стадии, и даже те, которые они проиграли, они начинали очень-очень удачно. И потом упускали преимущество из своих рук. Ну, и мы видим, что сейчас Virtus.pro уже настроены давить Квапа, Чен и Рубик. Ответ от Zenit типично азиатский, Визаж, ну, и Нага Сирена. Кстати говоря, по поводу Zenit, я, насколько понимаю, Ice и Yamatech пришли из Оранжей, покинув эту команду. Или Ice даже был в Zenit, но он тоже из Малайзии. Ну, и игроки Ice, 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 Freedom и XU представляли у нас Zenit. XY, да, конечно. Я его называю XU иногда по привычке. Представляли Сингапур, представляли Zenit на прошлом International вместе с Loday. И были достаточно, ну, фаворитами до начала турнира, достаточно такими серьезными. Я тебе так скажу. Я вот специально посмотрел Zenit. Это была первая команда, которая выиграла первый крупный турнир в истории Dota. И первой. Это был ESVC 2008. До этого супер-пупер нормальных ланов не было. В том составе Zenit играло пять сингапурцев. Даже так? Да. Из них кто-нибудь играл здесь? Самый... Хуху буквально еще в прошлом году играл, настолько я помню. Ну, он, да. Ему пришлось завязать карьерой. Там были такие парни, как XMusic, Tofu Boy, ты, наверное, помнишь таких. После этого, опять же, там была вот эта вот мешанина, опять Малайзия, Сингапур. Многие задают вопрос, в коем образом эти ребята играют друг с другом, понимают друг с другом. Ну, там граничащие, в принципе, страны. Они, во-первых, говорят на речи английского. Там минглиш и синглиш такая мешанина. Поэтому, в принципе, там у них был такой приход, когда они тоже играли Сингапур плюс Малайзия. В общем-то, в общем-то, команда сильная, но нам на это как бы все равно. Ну что, тут очень агрессивный пик от Virtus.pro. То есть, помимо того, что у них достаточно неплохое давление с Рубиком, Ченом и Квапой, у которых достаточно серьезный проказ, так еще и Клокверк, который не будет давать дефиться, там, как-то сидеть за вышками, будет активно гангать. Ну, по-другому Клокверк просто не играется. Забанили сами пак, чтобы Крейзи было более комфортно стоять на миде. Но и остается последний герой — это Кэрри. Вот от него сейчас будет зависеть абсолютно все. Я думаю, что это будет что-то необычное, как минимум. Да, я с тобой абсолютно согласен. Это что-то необычное должно быть очень серьезным каким-то потенциалом. Знаешь, я бы вот подумал о Хаус Найте сюда, да? Я, правда, не знаю, ну вот, как с точки зрения Несса Хаус вписывается против каких-то Накси Рен, Гирокоптеров, Дарксио. Бан Марфа. Ну, да-да-да, знаю, что играет Марфом. Хаус, на самом деле, сюда против ДСа не сильно. Вообще не очень вписывался как раз-таки Морф против Дарксира, потому что Дарксир его очень жестко контрит стенкой. Хауса контрит сложнее стенкой. То хотел сказать. Сюда нужно что-то желательно со станом либо дизейблом. Ну, это сейчас может быть ДК. Вот реально ДК. Просто керри ДК, любимый Иллидановский, который качает только он через вот этот вот стан и армор. Я не удивлен, что все нормальные керри перебанены, дабы... Да, вон ДК же в бане предпоследнее. Действительно, да. Да-да-да. Привет не мне. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Лайфстиллер тоже в бане. Вот я очень думал, смотрел, тоже хотел сказать Лайфстиллер. Ну, вот тоже обнаружил бы его в бане. Ну, вот одинаковые в каком-то смысле герои в этом плане. НС дает расклады сейчас. Дает расклады, и это действительно по-другому не назвать. Что-то объясняет до игры на ваших экранах Иллидан? Иллидан немного волнуется, судя по глазам, но опыт у него есть. Всегда, в общем-то, так выглядит. Это вряд ли как-то на его игру повлияет. Ребята готовы, я это прекрасно знаю. У них было время подумать. Но вот здесь стоит опасаться того, что Зенит каким-то образом будет удивлять. 4,9 смертей для Кэри. Это, конечно, абсолютно фантастический показатель. Ну, в минус, конечно. Очень-очень плохо. Но есть время исправить. На самом деле просто нужно тащить эту игру, чтобы не уезжать с Интернешнала последними. Ну, объективно, они не будут последними. Но в любом случае, все, кто вылетят в первый этап, могут спокойно говорить о том, что они заняли последнее место. И мне интересно, за кого будет болеть зал? Я думаю, что за Верцпро, так как там играет Смайл, это Антимаг. Антимаг. Хотел я было предположить его, но судя по своей стратегии, что-нибудь с Дизейблом или Станом не решился. Антимаг сюда вписывается очень неплохо благодаря своей мобильности. Но ты знаешь, вот эта связка сиреной Герокоптер ДС, лично меня она немного пугает. Суровая. Ну, ты слышал, как зал приветствовал там всех игроков. В общем-то, жидкие были аплодисменты, за исключением Смайла, которого там просто... Да, Смайл успел нажить себе фан-базу, еще будучи в Na'Vi. Да это вообще игрок, который... Инвокер от Zenith! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И зал действительно взрывается. Да, на прошлом Интернешнеле мы очень много инвокеров от Zenith видели. Сетка Sunstrike. Sunstrike, сетка. И, конечно, кто еще, кроме как не Ice Ice Ice, будет играть на инвокере? И ты знаешь, потенциал сумасшедший у пика Zenith. Но какой-то точечный ганг потенциалу Virtus.pro не хуже, я бы сказал, да. В общем, погляди. Радует то, что... Ну что, на ваших экранах все, в общем-то, распределились по героям. Классно-классно вот это вот сделали. Это там вот продакшн этот потрясающий. Я думаю, что сейчас очень многое зависит от тимплея Zenith и от их реализации инвокера. Инвокер здесь заходит очень неплохо под сирену. Я думаю, что это будет Sunstrike-овый инвокер, которому абсолютно не страшен антимаг в плане того, что pure damage от... Так, Virtus.pro. Экзортовый ты имеешь в виду инвокер, да? Да, экзортовый инвокер. Но, скорее всего, так здесь и будет. И он неплохо стоит и против Клопы. Но, правда, ему немножко тяжело от яда. То есть он будет проседать по хп, но зато у него хорошая атака. Если он, конечно, пойдет на мид. Да, он пойдет на мид. Айс будет играть у нас на визаже. Кстати говоря, очень мало игр видел Zenith, поэтому у тебя как с этим, хотел спросить? Я вообще ни одной, по-моему, игры Zenith на турнире не видел. Я что хочу сказать. У Смайла сапог. Крейз сыграл 53 раз за Клопу. Это максимум среди игроков в интернешнл. Его стата 31 на 22. 59% винрейт. Неплохо, неплохо. Что можно сказать? Вот как ты думаешь, почему у Смайла сапог? Потому что Смайл хочет убивать. Сапог догонять и убивать. Это какая-то готовая задумка. Это не просто так. То есть... Кому-то же надо суппортить, верно? Смайл будет давать инфу. Я пошел и просто убивать один на Рубике всю команду. Я думаю, план у него примерно такой. Да, поставлен уже в арт от Zenith. Я очень хочу посмотреть за действием Смайла. Это не просто так. Но, к сожалению, так как мы все-таки не лост и не можем сейчас вам на вскидку 4 варианта, возможно, прикинуть, то лучше не гадать, не придумывать. Так, Элидан все прекрасно видит. Не вкачивает спелл, отдает руну. Ну, давай я расскажу, наверное, кто на ком у Zenith играет. Ice, 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 Inwalker, Ice, Visage, Freedom, Sirena, Yamatech, Giro и XYDS. Кто на ком играет в ВП, я думаю, говорить излишне. Вы все прекрасно и так знаете. Чен, Нес, Элидан, АЭМ. На Клоке играет у нас KSI или Бакси. Кто как привык. Crazy, Квапа и Рубик, Смайл. Это экзортовый, Inwalker, ты был прав. И вот оно зачем на оффлейне, ну, не на оффлейне, на хардлейне будет стоять у нас ВП. Сейчас самый-самый такой суровый момент. Но отличный вард, поставили ВП, Крэйзи должен все видеть. Да, я вообще не понимаю. Вот этих вот ребят, они, короче, решили гангать без смока подобного. Все логично. Как по мне, это совсем глупо. Нет, все логично. Крэйзи действительно очень много смертей имеет. И они решили попробовать, не пройдет ли у них на этот раз. Ну, то есть знают, с кем играют. К тому же они просто не то, чтобы они шли его гангать, они свапаются. Обратите внимание, что ВП тут же свапнулись вниз. Ждет Чен, накручивает ветерки, встречает Нагу. 81-й герой Inwalker. 15 незадействованных героев. Да, я не то, что был... То есть это первое появление Inwalker'а за... Так, Визаж кидает замерление. Но здесь не драка, здесь просто Визаж получает по щам. У него 0 армора на первом левеле. Очень больно Визажу. Нага Сирена вгрызает. Проблема на Санстрайк. Попадает в Инесса Санстрайк. Это будет ФБ. Это будет ФБ на Инессе. Да, зал ликует. Зал просто ликует. Отлично подтянулся Дарксир с нижней линии. Смотри, ну и Несса. У Рубика проблемы, но нету сетки, потому что вкачал Рептайт. Смотри, а здесь Несс грызет Вайлдкином Визажа. Но он понял, что там без вариантов под тавер лезть. Но он реально шел и пилил его до упора. Сейчас будут расконтроливать Нессу эту движуху, мешая... Несс не дает отводить агрет Вайлдкина. Так, ну и что мы смотрим? У Иллидана пока что все неплохо. Но само собой все действительно неплохо. Можно будет сказать, мютик десятый. Будет ли у него там 70 крипов, либо будет у него 40. От этого зависит очень-очень многое. У Яматеха пока что какие-то проблемы. Я не знаю, в чем они связаны. То, что он против Клокверка не может добить крипов. На миде. Напали на Айса. Это будет фраг. Заканчивается Яд и забирают Айса и Айса. 1-1. Арзарт с сапогом. И в Инвизе сейчас в ридом. У Крэйзи могут быть огромные проблемы. Итак, появляется Айс. Делает ТП. Сейчас будет сетка на Крэйзи. Он, скорее всего, не успеет среагировать. Да. Да. Подходит вплотную, чтобы не успел среагировать. Что это такое? А нет у него сетки. Он первый левел. Не волнуйся ты так. Да я даже не волновался. Но с другой стороны, а чего он там стоял тогда, если у него не было сетки. Это было абсолютно... Маштан сам не поверил, что у него нет сетки. Ну, такое ощущение, что да. Но рассчитывали на то, что попадут в Крэйзи с Айс. Единственное, немножечко поспешил Айс Айс Айс. Надо было кидать Санстрайк чуть позже. И тогда, возможно, попал. Он кидал вообще куда-то в квапу. Так, проблема. Проблема у Кси на боте. Посмотри, закрывает он себя в когах и вражеского ДСа, и Айс его. Почему он даже не попытался поблочить Айс 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 Айс? Санстрайк, но без этого заграет Си. Я не понял, почему Айс поленился, на самом деле, помувить, как говорится, да? То есть, недоигранный момент. Игроками Зенит, можно сказать и так. Я вот реально хочу отметить, что Сирена будет создавать проблемы двум блинкерам команды Virtus.pro. И, зная это, прекраснейшим образом брали все равно Эмма Ласт Пиком. Видимо, просто не было уже никаких аутсов. Что брать? Как действовать? Да, сетка это очень приятный спелл. Смотрим сейчас визаж. Очень высокий ловел поднял. У него целый третий левел. Видимо, за счет как раз убийства Клокверка, который стоял долго на соло линии. Но Virtus.pro добились своего. Хотя нет, на самом деле, пока что не добились своего. Они должны прогнать отсюда триплу соперника и дать антимагу фармить. Вот их достаточно простая задача. Антимагу поднял немного левел. Приятно наблюдать, что топовый крип стату Крейз. С другой стороны, 18-го уже 21 крип на какой тут минуте? Четвертая? ССС очень сильно проигрывает. Очень сильно проигрывает пока что по крипам. Но это как бы не конец далеко. Далеко не конец, как говорится. Да, у нас тут справа сидят вообще абсолютно все, наверное, русскоговорящие ребята, которые... Остались свободными от игр, да. И все усиленно болеют за ВП. Гост, Пакер, Вилат, с Джоэндотой... Парни. Парни, которые тоже жил долгое время в России, тоже сидят, все смотрят. И болеют. Ну и смотрим на Иллидана, у которого пятый левел. Через плюсы такой китайский антимаг. 1-1-1-1-1. Почему бы и нет? Как говорится, вариант-то неплохой. Ну вот, радует опять-таки отмечу, что и антимаг как бы занимает на карте лидирующую отчасти позицию по фарму. Да. Вот, но... Я бы сказал, Яматех очень плохо сыграл. Он здесь, ну реально должен был против Клокверка гораздо больше убивать. Да, да, несомненно. Я соглашусь с тобой. Ну вот сейчас он должен догонять. Хотя как-то вообще урона не чувствуется. Ну или да, ну нужно какое-то, наверное, колечко. Сейчас он просто будет дэнаить кучу крипов. Яматех не добил этих. И сейчас его еще и прогоняют вот этими ветерками. Дают антимагу немного пофармить. При этом Арзарт отпуливает. Он уже третий левел. Инесс уже третий левел. Сирена почти третий. Визаж почти четвертый. Яматех почти пятый. Антимаг почти шестой. Вообще по XP можно график посмотреть. Чуть-чуть ВП ведут. Ну и по золоту тоже. Но это все очень-очень-очень мало. Мало. Кси скоро получит шестой левел. И сможет быть... Более, более... Ну у него, понимаешь, у него такой запак чемпионский. Да, да. Я вот уже обратил внимание, именно просто щит. Со щитом или на щите? Все. Ну тут уж дороги нет. Назад дороги нет. Это понятно. Это интернешнл, детка. Элидан хочет ПТ и драться. Видимо так. Крэйзи. 33 на 12. Инвокер. 15 крипов. Экзортовый. Как же ему тяжело. Экзортовый инвокер просто ничего не может сделать. Ничего. Ну, когда есть яд, когда есть фрага. Это реально проблема. При том, что первый яд у Крэйзи. Он не качал на двоечку яд. Хотя это неплохо. И в смоках. ВП очень здорово выходит. Стоит там Варта. ССС не должен, по идее, ожидать гангу. У него нет инвиза. Ну, сейчас посмотрим. Удастся левел. С другой стороны, он опытный волк. Он должен чуть-чуть... Напали на Элидана. Топ. Топ. Да. Санстрайк. Мимо. АМ живет. АМ живет. И на миде... На миде нет. На миде пока ничего не пробовали. У Рубика. У Рубика еще долго будет смок. Нужно как-то отпушить линию. И линия отпушивается. Рубик еще некоторое время будет в смоке. Выходит Рубик. Зацепит или нет. Должен, должен. Колснэп поднимает. Ай-яй-яй. Как шума поделает Айс. 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 Скрим. Ульт от Квапы. Остается очень мало ХП у Айса. Как все сделал Айс. И это... Раш 3D ганг. Царь. 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 Это официально первый раш 3D ганг на Интернешнл. Да. Смайл действительно умер от вышки, по сути дела. Ну что, неплохо. Инвокер возвращается так, немножечко в игру, сделав этот ганг. Далековато пошел Грубик. Под вышку. Ну здорово сыграл Айс. Он не стал выходить вперед. Он остался где-то в этой позиции. Смог убежать под елки. Да, реализация очень классная. Достаточно толстый, несмотря на то, что у него всего лишь на двоечку вкачан квас, который дает прибавку к силе. Хватило ему вполне себе хп. Снизу Рубик готовится, ну я не знаю, помочь как-то загангать Клокверку. Но у Клокверка первая всего лишь Беттери Ассалт. Первая терактива. Ну да, ты имеешь в виду заганговать и ДСа. Вместе с Клокверком. И это довольно сложно. Я сомневаюсь, что у них есть возможность его убить. Потому что реально толстый ДС, реально нормальный у него левел. Да, есть у него аркантапки, которые тоже АМС дают. Плюс зажимать его в хоги, это самоубийство, учитывая наличие инвокера, который тут же третий Санстрайк туда отправит. Урона явно не хватит. Да, да. Санстрайк Коги здесь действует отрицательным в какой-то момент для ВП. То есть очень много мелких моментов, которые действуют в минус. Как сетки вот эти вот сирены по блинкерам, что мы уже упоминали. Как, собственно, Санстрайк. У гирокоптеров все очень здорово стало. Ну, это Яматех, он умеет фармить. Доказывал он это везде, где только можно было доказать. И в групповом этапе, и не только. Так, видят, куда пошли Виртус Про. Прекрасная должна быть инфа у Дарксира. С другой стороны, у Виртус Про абсолютно ничего нет. Два варианта сейчас было предложено Нагой. И нет, они точно не знают, куда именно идут ВП. Потому что варда-то здесь нет. Сверху попытка напасть. Нага выходит на антимага. Опять в инвизе. Какой же он пертый. Но на этот раз у него есть сетка. Ай-яй-яй. Санстрайк, колдайм. Проблема не дала. Урона. Блинкает солидарно. И соло санпшен третьего левела очень много урона наносит. Гирокоптер забирает еще и вышку. И это 4-1 в пользу Зенит. Пока что все очень плохо для ВП. У них слабо раскачанный Чен. У них слабо раскачанный Рубик, которые пытались гангать. У них ничего не получалось. Они потеряли контроль на карте. И мы видим графики, которые далеко не в пользу Виртус Про. Вот просто сейчас вот этим забранным топитавером Зенит прогнали буквально такие Чена из лесу. И очень спорный момент. Как теперь быть, как теперь жить, как теперь себя вести парням. Потому что Чену реально нужен левел. Ему нужны крипы, ему нужны шмотки. Да, он сейчас во вражеском лесу. Он делает абсолютно идентичные вещи парням из Зенит. Но вот сейчас ДС найдет Энесса, даст инфу и Энесса начнут гонять здесь. И когда 6-й левел появится у Энесса, это вообще непонятно. Это вообще не факт. Я думаю, даже Энесса это не особо гоняет. Он сам уходит, он пытается какую-то агрессию проявить. То есть, ну реально сейчас на таком левеле как-то гонять Чена, это... Ну вообще уже можно. Но до этого было тяжело достаточно. Все-таки у него есть крипы. За прошлый год Инвокер Антимаг встречались 38 раз. На удивление, еще 19-19. Вот так вот. Прикольно, прикольно. Будет в чью-то пользу теперь. В чью пока что до конца не ясно. Кстати, Инвокер все равно не смотрит. Так, посмотри, посмотри. Нападают и убивают на топе Герокоптера. Ой, хорош, я пропустил все. Ну, это ничего страшного. Я просто даже не понял, где нападают. Не увидел, что там кто-то есть сверху. Но Герокоптер очень далеко зашел. Да, появляются Аркантапочки, Укси. Понемногу начинают набирать обороты у нас парни. Герокоптер. Да, сейчас желательно этот самый момент неуспеха пережить, который сейчас сложился, что нет ни фарма, ни эма, ничего такого.